Новости культуры Новости культуры автор 19 марта 2015 года 1943 памятник российским журналистам Союз журналистов Москвы, СЖМ объявил о начале сбора денежных средств на строительство памятника сотрудникам СМИ России погибшим при исполнении профессиональных обязанностей Монумент будет установлен в сквере у Арбатской площади Как говорится в сообщении Союза опубликованном на его сайте СЖМ выступил с инициативой сооружения памятника репортерам погибшим при выполнении редакционных заданий в зонах военных конфликтов Эта идея уже поддержана правительством Москвы и комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме сообщили в СЖМ В ближайшее время, по словам представителей Союза планируется заложить камень в сквере у Арбатской площади для последующей установки на этом месте памятника Он будет возведен за счет средств редакции федеральных и столичных СМИ издательских домов, благотворительных организаций и граждан РФ Пасхальный фестиваль, военным С 12 апреля по 9 мая в России состоится 14. Московский пасхальный фестиваль Он пройдет при поддержке правительства Москвы Министерства культуры Российской Федерации по благословению его святейшества Патриарха Московского и Всеруси Кирилла Отметим, что вот уже второй год подряд фестиваль проходит и при активном участии Минобороны России при личной поддержке министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу В этом году фестиваль посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне и 175-летию со дня рождения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского Московский пасхальный фестиваль Управления культуры Минобороны России продолжают сотрудничество представляя масштабную военную программу Концерты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева состоятся в городах-героях Москве и Волгограде в городах воинской славы Белгороде и Курске а также в Самаре, Воронеже в домах офицеров Оренбурга и Екатеринбурга президентском кадетском корпусе в Тюмени и в Перми В программе «Военный симфоний С.С. Прокофьева и Д.Д. Шестаковича» последние опусы С.В. Рахманинова и произведения Н.К. Метнера В рамках хоровой симфонической программ фестиваля выступят также ведущие коллективы Вооруженных сил Российской Федерации дважды краснознаменный ансамбль песней и пляски Российская армия им. А.В. Александрова и симфонический оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением Валерия Халилова В этом году концертные выступления Александровцев пройдут от побережья Черного моря, города Героя Новороссийска и до крайнего северо-востока России, Чукотского автономного округа В рамках камерной программы концерты солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра пройдут в Затагаджеево Мурманской области и в столице Хакасии и Абакани Домы офицеров Козельска, Можайска и Ногинска ждут выступления ведущих хоровых коллективов России Ну а кульминацией военной программы станет благотворительный концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Центральном академическом театре Российской армии 8 мая Московский соловий Вчера в Большом концертном зале Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годы на поклонной горе столицы прошел галоконцерт «Экс» Московского конкурса эстрадной песни «Московский соловий» В этом году конкурс посвящен 70-летию Великой Победы и проводится Департаментом образования города Москвы школой номер 1240 Центрального округа столицы Московским институтом открытого образования Фондом поддержки образования, воспитания и развития нового поколения Наследие поколений при поддержке Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации За 10 лет в конкурсе приняло участие более тысячи московских школьников в возрасте от 7 до 17 лет в том числе и дети с ограниченными возможностями что является отличительным достоинством этого музыкального смотра Отметим, что традиционно в конкурсе две номинации сольный вокал и вокальные ансамбли обязательное двухголосное исполнение В нынешнем году среди почетных гостей гала-концерта были участники Великой Отечественной войны и ветераны труда Прочитано 279 раз